Это был фантастический человек. Он так строго к себе относился, он в день съемки делал 700 приседаний. Я думаю, что я бы умер уже на 70-м. У него необычная внешность, такое очень довольно-таки запоминающееся лицо, манера говорить. Свою любовь в последний раз улыбкой вновь благословил. Он был легкий, он был очень романтичный, думаю, что очень доверчивый, что в наше время вредно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В 1972 году на перрон вокзала в Москве вышел молодой человек. За плечами высшее музыкальное образование, концерты на танцплощадках Донбасса и в портфеле ноты нескольких песен собственного сочинения. А судьба дала ему шанс. В Донецке был на гастролях Осип К. Кобзон, который гастролировал по всему Советскому Союзу, а Донбасс – это его родина, так же, как и наша была. Вот. И Иосифу Давидовичу представили Женю Мамамартынова. Ну, мы так, с определенной ленностью сказали, ну, пускай поет. Он начал петь и, конечно, захватил сразу нас. Подрагивала, так сказать, губа, и он чего-то такой волновался, пел песню. И я ему сказал, приезжайте в Москву, вам нужно познакомиться с хорошими поэтами. По рекомендации в Москве его приняли для прослушивания в Союз-концерте и даже обратили внимание на высокий уровень. Ему сказали, парень, ты знаешь, да, а что у тебя еще есть? Он еще сыграл. И в этот момент, это было лето. В то время формировался агитпоезд для проведения концертов на самых дальних объектах строительства социализма. Собиралась группа из актеров, композиторов, с ними ехали поэты и исполнители. Евгению Мартынову тоже предложили работать в составе концертной бригады. Женя пришел, такой он, все, ну, куда, на БАМ ехать? Все, поехали, поехали, все. При этом денег артисту из глубинки никто даже не обещал. Питание и проживание будет. А в остальном, как получится. Для артистов гастроли по стране это всегда возможность заработать. Для Евгения это был шанс заявить себя и закрепиться в столице. Это была его надежда на успех в будущем. В те гастроли совсем еще молодой и никому не известный Евгений Ехал уже с опытными Валентиной Толкуновой, Геннадием Хазановым, Львом Лещенко. Это была такая небольшая концертная бригада, такая чёсовая, как тогда говорили, которая работала просто вот такие дивертисментные концерты для публики Сибири и Дальнего Востока. Мы сделали огромное количество концертов. Здравствуйте, мама и папа. Юрочка, у меня все хорошо. Сейчас я пишу из Челябинска. У нас здесь пересадка по дороге на Читу. Чита 2-5 февраля. Благовещенск 7-10. Южно-Сахалинск 19-28. Владивосток 2-11 марта. Балангдет 13-16. Если будешь писать мне, пиши на главпочтам. То я во Владивостоке, то вышлите мне тапки, то пришлите мне шапку. То есть, когда человеку там еще и денег не платят. Это все как-то воспринималось как афера родителями. Поскольку хотелось родителям, чтобы была какая-то уверенность. В Артемовске так, в Артемовске. В аспирантуру так, в аспирантуру. Песни это хорошо. Ну, не все как-то так и у нас дома и вокруг понимали, тот ли это путь, который нужен Мартынову. После гастролей в Москве впечатления и восторг от аплодисментов быстро рассеялись. Пришла реальность. Частых концертов на публике и высоких гонораров молодому артисту никто не предлагал. Ему приходилось приспосабливаться, конечно. Он не член союза композиторов, он приезжий как бы. Евгений жил снимая и переходя с одной квартиры на другую, временами под рукой не имея даже фортепиано. А писать ноты ему приходилось на ходу и клочках бумаги. Без поддержки и связей Мартынов вынужден был искать выход и терпеть. Но именно тогда и были написаны песни, в которых открывались новые интонации и музыкальные обороты. Лирика Мартынова зазвучала с непривычным для советской эстрады эмоциональным надрывом. Я еще допою, допою комсомольскую песню свою. Очень хорошая песня. Насколько светит в ад условная лампочка? Условно. Ну, сорок, ну, шестьдесят. И вдруг берется «Ты прости меня, любимая» На сколько? Двести, двести пятьдесят, триста. «Ты прости меня, любимая» То есть, накал страстей у Мартынова стал явно выше, чем в тех песнях, в хороших песнях. Сейчас вспоминается. Аленушка, вот ее можно спеть. «Я тебя своей Аленушкой зову» Ну, можно спеть так, да? И будет действительно так, поучительно. Хороший такой вот не то муж, не то брат, не то кто такой. А Мартынов же не так пел. «Я тебя своей Аленушкой зову» Как прекрасно! Причем у него явно слышится одна особенность. Мартынову не хватает текста, смысла во всех текстах, которые он произносит, для вложения туда всей своей энергетики, всей своей мощи. Из письма поклонницы. «Я впервые услышала по радио песню Жени, и она настолько всколыхнула мою душу, и я подумала, что ее мог написать только человек добрый и душевно искренний». Опять же, по песням скажу. Вот, допустим, у меня есть песня «Мои года», да? «Мое бога». А у Жени «Посидим по-хорошему, пусть виски» Это тот же Роберт Рождественский. И она вроде бы о том же. «В небе хлеб закачается, жизнь». Правда, вот поди так сделай. Нет, если у меня там какая-то солдатская священная, слова «Москва за нами». А у этой вот настал миг, прощай. Любить и ждать, обещай мне, ты улыбнись мне на счастье. Понимаете, он через сердце, через слезу, не фальшивую слезу. По-моему, он даже и не понимал об этом. Вот как ему было приятно петь, как снегирь сидит. Евгений по-прежнему живет в Москве на птичьих правах. Он все так же без стабильной работы и заработка. Единственное, на что мог рассчитывать – это талант. Здравствуйте, мама, папа и Юрочка. Целый месяц мотался, продвигал песни, различные записи. Снялся в передаче «В добрый путь». Обязательно смотрите ее. Там мои произведения будут петься. Женя. В назначенный час перед телевизором в доме Мартыновых собирались не только вся семья и родные. Приходили соседи и даже просто знакомые. В начале 70-х в эфире шел всесоюзный конкурс советской песни в Минске. В жюри – известные композиторы. На сцене звучал оркестр центрального телевидения. А среди конкурсантов – ведущие артисты. Леонид Сметанников, ансамбль «Песняры», Ренат Ибрагимов. Евгений тогда пел балладу о матери. Смотрю, Женя выходит со сцены, и такой, видишь, волной ночью. Трудно удержаться этой эмоции. Слеза, говорит, берет. А меня, говорит, еще раз просит петь. Она, говорит, не положит бы на конкурс исполнять два раза. Ведущие вынуждены было еще раз пригласить на сцену. И еще раз он спел эту балладу о матери. Зал не отпускал его со сцены, а жюри проголосовало единодушно. И Евгений Мартынов впервые стал лауреатом всесоюзного песенного конкурса. Это был настоящий успех молодого артиста. Приз зрительского жюри «Хрустальную вазу» ему вручали на сцене и под аплодисменты всего зала. Вручают ему, и она чуть не выпала у него из рук. Мама аж вскрикнула «Да держи же, не урони!» Забыв о том, что эта «Хрустальная ваза» у нас уже стоит на шифонере. Вот, что она уже была прислана, обвязана всякими тряпками и, так сказать, газетами в посылке в большой. Именно после этого прибежали соседи. Кто выпивший, кто не выпивший, кто с бутылкой. И когда говорили «Да, вот это Женька дал». И не просто там какую-то песню, я помню, со соседа его спетую. Вот спой не спетую песню. Вот Женька спел вот такую. «Да, вот это настоящий артист». Вот это был 73-й год, когда действительно это был какой-то поворот. Женя Мартынов детство провёл в маленьком городке Артёмовске, Донецкой области. С юных лет родители готовили его в музыканты и знали, что это всегда даст Женьке твёрдый заработок – сын их не пропадёт. Так считал отец, который сам, вернувшись с войны, вошёл в эту стезю даже не имея специального образования. Но природная музыкальность и талант, плюс трудолюбие давали шанс. Отец играл на баяне, мандолине, гитаре, на многих духовых и руководил оркестром. Но чаще ему приходилось брать в руки тарелки и большой барабан. Все прекрасные музыканты знают, что никакой оркестр без вот этих вот, хотя бы двух ударных инструментов, он не является полноценным. Как по тарелкам ударишь, как разольётся вся страсть. Это действительно так. Поэтому мы воспринимали отца как самого главного музыканта. Особенно, когда в кульминации вдруг он ударял эти тарелки. Женя часами просиживал с отцом на репетициях и концертах его оркестра. И уже сам проявлял способности. Поэтому после восьмого класса он без сомнения поступил в музыкальное училище на духовое отделение. При этом заставлять заниматься музыкой его не приходилось. Евгений с удовольствием проводил время за инструментом. Как только Женя открывал футляр кларнету, доставал кларнет, я тут же испускал почти что стон. Начина-а-а-а-ется! Кларнет позволил ему выработать профессиональное владение дыханием, геофрагмой. Педагог советовал дополнительно заниматься фортепиано и специально музыкальной композицией. Тогда же у Жени отметили особые вокальные данные. Борис Петрович Ландер – это его педагог по кларнету. Он предложил Жене одновременно заниматься и на кларнете. И сказал ему даже фразу ему и родителям, что я уверен, что Жени кларнета будет мало. Для самого Евгения это было время ранней юности, наполненной романтикой, настроением и первой влюбленностью. Тогда же он увлекся и сочинительством. Что такое сочинять? Сочиняют все. Вот на гитаре играют, но взять ручку, взять нотную бумагу и написать – это между этими процессами практически пропасть. Теперь вот возьми бумагу, возьми ручку, еще лучше тушь и напиши это все так же правильно, как это ты видел в сочинениях наших классиков. Так появились нотные листки с набросками его первых музыкальных произведений. А скоро и в биографии Евгения появятся несколько новых строк. Консерватория, вынужденный переезд в Донецк, где он блестяще закончит музыкально-педагогический институт и обязательное для того времени распределение к педагогам в его родное училище в Артемовске. Но он не останется. Рискнет и поедет в Москву. Настоящий успех к песенной лирике Евгения Мартынова пришел в середине 70-х. За полтора года он участвовал в нескольких престижных песенных конкурсах. Они проходили в Германии, Чехословакии, Болгарии. Туда съезжались самые популярные эстрадные исполнители. Но на фоне модных тогда рок-н-рольных штампов песни Мартынова прозвучали неожиданно, ярко, и жюри не смогло устоять. На фестивалях Евгений получил дипломы и специальные награды, среди которых были приз зрительских симпатий, приз за обаяние, за элегантность. Эти победы станут началом триумфа его таланта. Это было выявление, тот репертуар, который продвигал, продвигал и продвигал потихонечку нашу музыку. Имя Евгения Мартынова теперь звучало по всей стране. Его выступления на радио и по телевидению ждали миллионы поклонников. С ним хотели работать лучшие поэты. А его песни просили в репертуар ведущие исполнители не только в Союзе, но и за рубежом. К нему обращались из Франции, Болгарии, Испании. В любой стране мог иметь такой же успех, как и дома. Потому что это было пение, это был образ певца. В Советском Союзе фирма грамзаписи «Мелодия» выпускала пластинки тысячными тиражами. Но достать диск с песнями композитора Мартынова становится большой удачей. Их разбирали в первые дни. Теперь песни Евгения зазвучали на сценах, танцплощадках и в ресторанах по всей стране. За исполнение музыки в СССР композитору исправно переводили отчисления. Евгений стал получать авторские гонорары. Это были немалые деньги. Только одна песня «Яблони в цвету» давала средства, на которые он мог легко снимать квартиру и свободно жить в Москве. На пике популярности певца и композитора Евгения Мартынова стали активно приглашать и снимать на телевидении. Его имя зазвучало по радио, в газетах. Фотографии размещали на обложках, а очерки и интервью о нем выходили в журналах с миллионными тиражами. Даже в сатирическом еженедельнике «Крокодил» проявился анекдот. Там писалось, опрос, определявший самых популярных композиторов всех времен, выявил, что третье место по праву заняли Иоганн Себастьян Бах и Давид Тухманов. На втором оказались Чайковский и Пахмутова. А первое место с большим отрывом занял певец и композитор Евгений Мартынов. В те годы эстрадных музыкальных программ на телевидении было немного. Поэтому попасть в эфир финального концерта «Песня года» и быть выбранным из сотни лучших считалось успехом для артиста. Все-таки был очень строгий отбор репертуара. Когда была «Песня года», то это были вот такие мешки с письмами. Для Евгения Мартынова это было почетно вдвойне. Он был исполнителем и композитором. Только четыре-пять песен могли там по звонку из обкома, там из ЦК. А в остальном это все, это народное желание, это все песни, любимые народом. Но несмотря на успех и признание, Евгений все еще не был членом союза композиторов. Тогда этот статус давал многое. Он создавал авторитет и поддерживал чувство собственного достоинства творческого человека. Но при этом гарантировал и повышенные ставки в оплате, и даже некоторую лояльность на худсоветах, принимающих репертуар. Поэтому члены союза композиторов нормально жили. Нормально, Григорий. Отлично, кстати. Вот, поэтому я считаю, что это была мафия. Конечно, мафия. Евгений был далек от этой среды, но понимал, что надо, что это поможет ему удержаться. Он писал заявления и собирал подписи, необходимые для рекомендаций. Но чтобы войти в когорту избранных, от него требовались песни о беззаветной любви к родине. А Мартынов пел о любви к матери. В сочинениях от него ждали веры в дело партии. А Мартынов клялся в верности любимой и единственной. Кто с тобой, моя любимая? Мэтры союза говорили, Мартыновский романтизм мелок и не дотягивает до нужной планки. Его заявления падали в стол с формулировкой «не готов, еще не вырос». Неожиданно появились трудности и на телевидении. Его выступления стали исключать из сценариев популярных программ и главных концертов на экране. Евгений почувствовал отторжение. У Жени был один непримиримый совершенно человек на телевидении, который, ну, никак его не воспринимал. Но это была вкусовщина. И она все время говорила, ну, что это вообще за слащавый такой, такой, как, вы знаете, он из мещанского какого-то купеческого прошлого, понимаете? Эти завитки вообще... Ну, в конце концов, ну, где мужественность, где, понимаете, там... И Женя все время говорит, ну, за что она меня не любит? Это вырезает меня из всех программ. Он обижался и помнил каждое слово, ненароком сказанное в его адрес. Долго переживал, домысливал. Но на сцене оставался неисправимым романтиком. И даже не замечал, как легко обходит непреодолимый для многих барьер. Евгения Мартынова с его песнями любили и ждали зрители, уставшие от официоза и партийного пафоса на сцене. И такую популярность грех было не использовать. Ну, начнем с того, что Женя был лауреатом премии Ленинского комсомола. И он очень много написал песен... Ну, что значит комсомол? Для молодежи. Комсомол это была молодежь тогда. Для Мартынова это оставляло возможность появляться в эфире и звучать в программах на радио. Но главное, он мог гастролировать по Союзу, а иногда даже выезжать за его пределы. Государству это было просто необходимо для пропаганды советского искусства за рубежом. И поэтому его использовали. В концертных бригадах Евгений поддерживал нашу спортивную команду на Олимпийских играх в Канадском Монреале. С гастролями сопровождал делегацию и давал концерты в Берлине на фестивале молодежи и студентов. Особенно много выступлений и концертов прошло на площадках перед гостями и участниками Олимпийских игр в Москве в 80-м году. Всюду его принимали под аплодисменты и овации. Песни и образ русского лирика и романтика были понятны и близки всем. Одна из таких поездок была в Латинскую Америку. И к нам подходит русская женщина-эмигрантка и говорит «О, вы русские?» «Ой, как я люблю Россию, как я скучаю». И она подходит к Жене и гладит его по щеке и говорит «Найс, найс». А Женя поворачивается, смотрит на Жору Георгия Мавсисяна и говорит «А что она говорит?» Жора говорит «Она говорит, Женя, что ты красивая». Он говорит «Вы стыли в ванне-то скажите». Молодые, озорные, талантливые, они не упускали случаев, чтобы не подурачиться. На гастролях в Мексике друзья разыграли наивного и доверчивого Жене. Володя приглашал его на мексиканской телевидении сниматься голосом импресарио. Он говорил «Пожалуйста, Евгений, это импресарио из Мексика, телевизион, мы хотим вас приглашать». Лещенко с Винокуром каждый вечер писали сценарий, как разыграть его на следующий день. А тот, бросив завтрак, бежал в 9 утра в свой номер, чтобы выходить на связь и вести переговоры. Когда заговор открыли, смешно было всем, кроме Евгения. Женя расстроился. Он сказал «Ну, Винокур, я думаю, что голос знакомый такой». В августе 1978 состоялась свадьба. Невеста Евгения Мартынова стала Элла, 19-летняя девушка из Киева. Женя к этому времени все-таки вступил в союз композиторов и даже обзавелся собственной квартирой. Тогда он перевез в Москву и родителей, брата Юрия, тоже с детства мечтавшего стать музыкантом и композитором. И в общем жизнь как будто наладилась, вошла в колею. Мартынов был популярен и достаточно зарабатывал. Его всегда окружало много друзей, и он любил собираться в ресторане веселой компании. И был несколько наивным человеком, и официанты этого ресторана «София», где он жил, он там жил недалеко, они его все время раскручивали на деньги. Женя говорил, а есть там вот это вот шампанское, Женя, у нас этого нет, но мы сейчас пить его сгоняем. Ну ты понимаешь, он говорит, да какие вопросы. Женя говорит, а это самое по-суворовски филе, Женя, филе по-суворовски нет, но мы сейчас в этого сгоняем, да, пару кусочков мяса. Я все время его на все сгоняем платил. Очень хорошо делал свое дело, то, что он умел. Он умел написать, спеть, все остальное, это был кошмар. Он не умел сам, допустим, ну я уж не говорю, там гвоздь забить. Приезжаю, Женя стоит с молотком, гвоздь держит, сзади жена, теща, нет, вру, тещи не было. Жена, мама, папа, Юра, бинты, йод, вата сзади стоят, вытягиваются в линейку, Женя готов гвоздь убить. По аэродрому, по аэродрому. Беспомощность перед решением бытовых вопросов все время отвлекала и мешала ему. А внешнее благополучие, которого он достиг к тому времени, на самом деле давалось невероятными усилиями. И не столько физическими, сколько душевными. Он не мог просить и не умел отказывать. Надо брату с консерватории помогать, надо прописывать, надо отцу делать глаза операцию. Все вокруг мою Аленушку поют. От него всем чего-то было нужно. Я смущен. Но в это время, Женя, счастлив я, ведь это фотография моя. Это были одни слезы, это были одни нервы. Он, ну вот то, что называется, не приспособленный к жизни человек. Эта человеческая особенность не отпускала его и в профессии. Ранимость и стеснительность, опасение, что не удастся, не получится, создать нужное впечатление, порой проявлялись и на сцене. Боже мой, он, ну я не хочу трус говорить слово. Как он переживал? Вот, все, готовимся вот на сцену. И вдруг он говорит, все, не пойду, почему? Сказали, Пугачева в зал пришли. Ну, так дай ей Бог. Он все равно попасть. Нет, не буду их. А вот Антонов, да, он чего, он ухмыляется? Ну да, ему ухмыляется. А ты пойди ухмыляйся, когда он там будет. Не любил чернуху. Он избегал похорон чьих-то, так сказать, избегал всего черного. То есть, сознательно, абсолютно сознательно Женя искал вот ауру весеннюю, светлую. К концу 80-х страна уже была не похожа на ту, что была еще каких-то несколько лет назад. Пришли времена, когда розовый романтик на эстраде уже был не в моде. На сцену прорывались другие ритмы, другие мелодии и другие тексты. Шли совсем другие люди. Знаете, как по схеме или по теории мы наш, мы новый мир построим. Все до основания, а затем, да. Петь не могут и не учатся, сочинять не могут и не учатся. Но все вещают, что мы пришли на смену Кобзонам. Это было абсолютно четко. Время Кобзона и Зыкиной прошло. А как было Жене больно. Он сначала переживал, что там где-то его вырезали. А дальше я смотрю, но очень свои были люди. Он уже дальше начинал, как же там, а вот эту пошлость оставили. На телевидение тоже пришли новые редакторы. Ему говорили, посмотри вокруг, о чем ты поешь. Кому нужны твои васильковые глаза и вечная любовь. Когда в стране разруха, инфляция, рэкет стали выходить другие программы, в которые Евгений Мартынов с его даже самой лучшей песней уже не вписывался. И он был вынужден искать, где заработать деньги, чтобы прокормить семью. Но с моей физиономией можно, а с его лицом нельзя сесть и возить человека на Курский вокзал или на Казанский. Поэтому это ему все в тысячу раз труднее было. Все-таки он баловень судьбы. Карьера его взлетела, как лебедь, о котором он так самозабвенно пел на сцене еще несколько лет назад. Теперь лебедь стремительно падал в бездну. Женя немножко выпивал. Он не был ни пьяницей, ни алкоголиком, но просто он выпивал. Ему нужно было снять вот этот стресс, напряжение какое-то. ПЕСНЯ Евгений не был тяжело болен и почти не жаловался на здоровье. Те, кто встречали его тогда подавленным и выбитым из колеи, понимали, что так продолжаться не может. Но до сих пор для друзей и близких утро 3 сентября 1990 года кажется неожиданным и страшным сном. В тот день Женя торопился отвезти в поликлинику отца. Для этого он должен был завести машину. Он знал, что в соседнем подъезде живет человек, который может помочь, и бежал туда. Там, в подъезде, его и настигла смерть. Он упал в подъезде дома. Сначала просто подумали, что это просто какой-то бомж завалился в подъезд. Пока одна соседка не проходила мимо и не увидела лицо. Что еще осталось в памяти? Это вот велотренажер и на нем рубашка вот эта его клетчатая. Наверное, известно обошедшей фотографии где он. Музыка Но самое страшное, когда в этих случаях мы один елей наблюдаем. Ну, мы очень свои люди были и остались. Ну, какой смысл, что я буду говорить, что Женя лучше, чем Бетховен, а я приблизительно под Моцартом что-то. Нет, живые люди с судьбой с одной стороны бесконечно счастливы, с другой стороны непростой. Женя ушел из жизни. Что бы там ни говорили, ничему не надо верить. У него была банальная остановка сердца. Почти сразу после смерти в эфир центрального телевидения вышла программа, посвященная памяти композитора и певца Евгения Мартынова. И уже на следующий день в редакцию стали тысячами приходить письма со всего Союза. Он был необходимым и актуальным для времени. Это такое дитя эпохи. И главное, что он воспринимал вот это настроение, которое тогда хотелось нашему народу. Да он бы 15 раз был, еще раз умер бы, если сегодня в нынешние дни ему бы говорили не формат. Ну что делать, такое время. Время глянцевых журналов, время коммерческой музыки, коммерческих телерадио передач. Сегодня порой кажется, что время повернуло вспять. Авторские вечера маститых композиторов, юбилейные концерты всех рангов и программы поэтов-песенников на экране не обходятся без Евгения Мартынова. На фоне современных шлягеров его музыка звучит по-особенному. Что-то в ней есть такого, что помогло самой песне Евгения пережить смутное время. Они звучат здесь у нас, в душе, в мозгах, где угодно. И все эти песни, они будут звучать, это все останется. Сегодняшний кумир и звезда эстрады Николай Басков признается, что работая над песнями Евгения Мартынова, он учился на интервью и его концертных записей для телевидения. И в свои манеру и стиль он принял некоторые черты романтика советской эстрады. ПЕСНЯ Помни, Алёнушка, жена, сказка, она меня звала, много, много, вот это его, вот это, с тех пор минуло дни и вот я вернулся к ней, я, вот это его, я, вот закидывание головы, вот это. И в этом есть своя собственная какая-то необыкновенная харизма, какое-то удовольствие. И мне нравилось его интервью, когда он говорил, что артист прежде всего должен быть счастлив сам, если будет счастлив он, будет счастлив у публика. ПЕСНЯ На самом деле, сколько будет жить на Руси или там вот на земле понятие «песня». И вот когда-то было очень хорошее слово, говорили слово «задушевная песня». Вот это точно про Женьку. У него душа, вот его вот такая смятенная, путевая, непутевая. Вот заклётие моё, и да сбудутся эти слова. Я бы очень хотел, чтобы в каждом из нас и у тех, кто после нас, была бы какая-то звучинка Женина, какая-то ноточка Женина. С ней легче жить и после тебя. С ней легче жить и уходить. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ